Здравствуйте! Вы смотрите в прямом эфире Черноморскую телерадиокомпанию. С вами ведущий Владислав Майструк. Мим собеседником сейчас будет Иван Яковин, корреспондент издания «Новое время». Здравствуйте! Добрый день! Сегодня произошло то, чего Турция обещала сделать уже давно, а то есть сбить российский самолет, если он приблизится к определенной черте, к турецкой границе. Это случилось? Давайте посмотрим. Вот мы увидели сам момент, когда падает российский самолет. В связи с этим все ожидали, что Владимир Путин, президент Российской Федерации, обратится к народу, по крайней мере. Тем более, что практически сразу после того, что произошло, появилась такая информация. Однако Владимир Путин не стал делать отдельные обращения, а в разговоре с королем Ярдани, который как раз был с визитом в Москве. В Сочи. В Сочи, я извиняюсь. Вот он сказал следующее. Слова очень такие сильные. Пожалуйста. Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось. Наш самолет был сбит над территорией Сирии. Ракеты воздух-воздух с турецкого самолета F-16. Упал на территорию Сирии в четырех километрах от границы с Турцией. Находился в воздухе, когда на него была совершена атака на высоте 6 тысяч метров, на удаление одного километра от турецкой территории. В любом случае, наши летчики и наш самолет никак не угрожали Турецкой Республике. Это очевидная вещь. Они проводили операции по борьбе с ИГИЛ в Северной Латакии, это горная часть, где сосредоточены боевики, в основном выходцы из Российской Федерации. И в этом смысле они выполняли свою прямую задачу превентивных ударов по террористам, которые в любую секунду, в любое время могли вернуться в Россию. Это, конечно, люди, которых напрямую необходимо относить к международным террористам. Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идет большое количество нефти и нефтепродуктов, захваченных ИГИЛ территорией. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирования. Теперь еще и удары нам в спину, удары по нашим самолетам, которые борются с терроризмом. Это при том, что мы с американскими партнерами подписали соглашение о предупреждении инцидентов в воздухе. А Турция, как известно, в ряду тех, кто объявила о том, что они якобы воюют с терроризмом в составе Американской коалиции. Если у них, у ГИЛ, такие деньги, а счет идет на десятки, сотни, миллионов, может быть, на миллиарды долларов за счет торговли нефти, плюс к этому они имеют защиту со стороны вооруженных сил целого государства. Тогда понятно, почему они ведут себя так дерзко и нагло. Почему они уменьшляют людей самым изуверским способом. Почему они совершают террористические акты по всему миру, в том числе в сердце Европы. Мы, конечно, внимательно проанализируем все, что случилось. И сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений. Мы всегда относились к Турции как не просто близкому соседу, а как дружественному государству. Не знаю, кому было нужно то, что сделано сегодня. А в своем случае не нам. И вместо того, чтобы немедленно наладить с нами необходимые контакты, Насколько нам известно, турецкая страна обратилась к своим партнерам по НАТО для обсуждения этого вопроса и этого инцидента. Как будто это мы сбили турецкий самолет, а не они наши. Они что хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Я понимаю, что у каждого государства есть свои региональные интересы. И мы всегда относимся к ним с уважением. Но мы никогда не потерпим, чтобы совершались такие преступления, как сегодня. Вот такие сова президента Путина. Удар в спину, Турция финансирует ИГИЛ. Что дальше? Ну, кто бы говорил об ударах в спину, я бы с этого начал. Начнем вот с такого, когда Украина оказалась в тяжелой ситуации после революции. Кто нанес удар в спину? И кто финансирует терроризм? И кто финансирует терроризм? И кто сбивает самолеты? Очень все похоже. Да, поэтому Путин тут льет крокодиловые слезы. И сам фактически до этого сделал все ровно то же самое. А то и похуже. Потому что Путин сбил самолет гражданский. Хотя и до этого были и военные самолеты, и вертолеты сбиты. Поэтому, да, конечно, он сейчас нервничает. По-моему, он был потрясен на вот этих видеокадрах. Он уже несколько часов вообще не мог в себя прийти и как-то отреагировать на произошедшее. Причем, я хочу заметить, что вот было заявление его пресс-секретаря, господина Пескова, еще до вот этого. Да, что мы подождем, не будем делать поспешных выводов. Это может и не отразиться на наши отношения. Да, ну куда уж речь-то, да, удар в спину и все такое проще. Знаете, тут надо знать путинский характер. Он неоднократно во многих своих заявлениях говорил, что он может с уважением относиться к врагам, открытым врагам, к тем, кто против него идет с оружием в руках или так иначе. Но он никогда не поймет и не примет действия тех, кого он считает предателями. Совершенно очевидно, что Эрдоган, который буквально пару месяцев назад гостил в Москве на открытии главной мечети города, сейчас записан Путином в предателе, который хуже врагов. Из чего я лично делаю вывод, что, видимо, очень скоро, если не уже сейчас, будут готовиться какие-то меры ответные. И Путин сделает все возможное и невозможное, что в его силах, по крайней мере, чтобы отомстить Эрдогану. Отомстить как можно более жестко. Ну, у Путина есть, то есть у Путина, у Эрдогана есть такая проблема, как курды. А Путин ее может использовать. Да, с курдами это вы совершенно верно заметили, потому что, действительно, курды – это то, чего Эрдоган больше всего ненавидит и то, чего он больше всего боится. То есть курды – это главное препятствие на пути осуществления мечты Эрдогана. Мечта у него – восстановление Османской империи во всем ее блеске. Знаете, на самом деле Путин и Эрдоган очень-очень похожи. Они действительно характерны, почти один человек. Авторитарные персонажи. Они авторитарные, они антидемократичные, они ненавидят и гнобят оппозицию, свободную прессу, сажают журналистов, активистов. При них практикуются убийства политические и в Турции. В общем, там почти копия. Оба себе понастроили дворцов, оба считают себя посланниками свыше, которые пришли в свои страны, чтобы там… Они мессии. Да, и оба мечтают о великом восстановлении былого величия своих стран. За счет, естественно, чужих народов. Но при этом, надо понимать, да, это, с одной стороны, давало им возможность понимать друг друга с полуслова, но при этом они, вы знаете, как два барана на мосту, которые сшибаются. Они скорее оба упадут в пропасть, чем кто-то уступит. И вот в этом, я думаю, опасность ситуации, потому что Путин будет сейчас делать все возможное, чтобы отомстить Эрдогану, на что Эрдоган будет делать все возможное, чтобы отомстить Путину. И я боюсь, что ситуация может упасть просто в штопор, в штопор насилия и абсолютно бесконтрольный, когда уже никто не будет знать и помнить, с чего все началось. И никто не будет знать, в каком направлении это все развивается. То есть ситуация очень-очень опасная. Я считаю, что дело может дойти до прямого военного столкновения. Ну, надо учесть, что Турция, член НАТО и турецкая армия одна из самых мощных в составе Северного Альянса. Тут надо еще понять, какая будет позиция США. Пока я не нашел никакую там четкую позицию ни Альянса, ни США. Ну, ночь. Путин ночью выступил специально, чтобы объяснить Боинг. Да, но позиция американцев, я думаю, американцы сейчас в высшей степени внимательно изучают все обстоятельства произошедшего. Я не сомневаюсь, что у них есть возможность следить за произошедшим со спутников и так далее. То есть они сейчас выясняют, что вообще в принципе произошло. Кого бомбила авиация, кто стрелял в самолет, почему и были ли вот эти 10 предупреждений. Я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что были вот те самые 10 предупреждений, о которых говорит турецкая сторона. Дальше. Что касается американцев, да, американцам сейчас будет очень непросто, потому что с одной стороны они действительно находятся в одном альянсе с Турцией, в НАТО. С другой стороны, американцы, как мы уже говорили в этой студии, сами помогают курдам. То есть делают то, на что Путин может пойти, чтобы отомстить туркам. У Турции и США отношения очень далеки от идеальных. И я думаю, что американцы, скорее всего, на словах они, конечно, поддержат Турцию, как помощника своего и члена НАТО. Но в действительности, я думаю, какой-то там вот особенно сердечной поддержки со стороны США до гамма ожидать не стоит. Ну вот смотрите, да, даже чтобы просто понять еще, это очень важно, что я сейчас скажу. Теракт в Париже 13 ноября, потом были футбольные матчи. Ну, Украина тоже играла, это было, если не ошибаюсь, вторник, да, правильно? Я уже не понимаю. Ну, это не столь важно. В Стамбуле тоже был товарищеский матч, если не ошибаюсь. И все поля в Европе соблюдали минуту молчания в честь жертв этого ужасного теракта. Что самое было удивительное и, наверное, даже омерзительное, это слышать свист трибун на стадионе Истамбула, когда была минута молчания. Были даже некоторые крики «Аллах Ахбар!». Ну, это как бы ничего общего с верой не имеет в виду. Это просто человек так выражает свою поддержку, наверное, террористам. В этом же контексте, да, вот Путин закрепился поддержкой Франции. То есть, вернее, Франция, да, решила стать союзником Путина в этой бюджете против ЕГЭа. Я бы не сказал, что прям союзником. Ну, не союзником, а совместные действия, да. Тем более, что Франция же пошла не по статье пятому, да, по пункту пятой мустава НАТО, да, призвав всех членов НАТО прийти ей на помощь. И Турция должна была бы тоже прийти к ней на помощь. А Паша по другому пути, то есть, они апеллировали 42-му пункту Лиссабонского договора. Это похоже, да, тоже так касается коллективной безопасности. Он, конечно, не так обязывает подписантов, там, именно вступать в войну, да, то есть, это может быть гуманитарная помощь и так далее. Но, тем самым, они открыли двери вот этому человеку, да, лысому Путину, вот, чтобы они вместе говорили. Вот, как Европа отреагирует? США, они далеко, да, с Турцией все плохо. Но на фоне же всего вот этого кризиса сирийского, да, начались разговоры, особенно со стороны Германии, давайте ускорим процесс интеграции Турции в Евросоюз, дадим им деньги, вы только держите у себя сирийских беженцев. Ну, разговоры такие шли. А сейчас что будет, я вообще не представляю. Я, откровенно говоря, боюсь прямо предсказывать, что будет, потому что все зависит от степени безумия вот этих двух людей, которые у меня за спиной. Действительно, и один, и второй, они, по моему глубокому убеждению, уже не вполне нормальные индивиды. И они могут решиться на самые странные и опасные вещи в данной ситуации. Потому что Путин, как следует из его заявления, он пойдет сейчас на все, чтобы досадить Эрдогану. А что на все? Я не знаю, может быть, они подгонят комплекс С-300, который они привезли, или даже, по-моему, С-400 привезли в Сирию, и начнут сшибать турецкие самолеты, говоря, что они залетели в сирийское воздушное пространство. То есть, может он такой, да, как человек, который, вот он же мачо, да, он вот такой весь, ему надо показать, что я как пацан, там, у него же такая гоплическая вообще психология-то, да, и как вот пацан, да, ему надо ответ. Он же сказал, что меня улицы Петербурга научили. Если чувствуешь угрозу, бей первым. Здесь первым ударил как раз Эрдоган. Да, и поэтому на Путине и лица не было. Он стоял как оплеванный в разговоре с Иорданским королем. Он вообще в шоке был, по-моему, находился. И поэтому он, конечно, такого позора простить не может. И сейчас он пустится во все тяжкие, чтобы отомстить. В чем это выражаться будет? Ну, первое, что можно сказать, поддержка курдов. Это, конечно, почти обязательно. Дальше, что самолеты теперь вдоль турецкой границы, российские, видимо, будут летать истребителями прикрытия, да, то есть только так. И чуть что, будет им дана команда сразу стрелять. Дальше. Что самое важное, сложное, не знаю, неприятное. Тут надо разобраться, кого бомбили российские самолеты в этот момент, когда все произошло. Они бомбили так называемые... Можно карту, пожалуйста, называть карта Сирии, чтобы просто мы могли понимать. Вот карта Сирии. Да, ну, я не дотянусь, но вот, если можно, я могу показать. Вот турецкий вот этот кусочек, да? Около моря. Да, около моря. И на самом его юге, на самом его юге вот все это происходило. Там живут в поле, которое вот обозначено зеленым, да? Да. На самом юге, вот прямо под этим аппендиксом. Там, значит, живут туркмены, сирийские туркмены. Это люди, которые очень близки этнически, культурно, религиозно к туркам. То есть, это, в общем, такой себе, если вот брать украинскую аналогию, да? Это вот такой вот ДНР турецкий, который выступает против, естественно, правительства в Дамаске, пользуется полной поддержкой Турции. Турки поставляют им оружие, продукты питания, медикаменты и все это все необходимое. То есть, они бомбили союзников Турции, по большому счету? В общем, да, это вот как если бы, например, ну это уж какая-то совсем далекая аналогия, но так, чтобы было более-менее понятно, если бы прилетели американцы и начали бомбить ДНР, произошла ситуация, а Россия со своей стороны сбила бы американский самолет. Ну вот как-то, это, конечно, такая хромая аналогия, но чтобы было более-менее понятно, что произошло. И незадолго до этого, буквально за неделю до этого, Турция выступала с нотами протеста в отношении МИДа российского, требуя немедленно прекратить бомбардировки своих туркмен, людей, близких по всем. Россия на эти предупреждения абсолютно проигнорировала, и вот совсем недавно произошло, по-моему, дней 10, даже меньше, наверное, в турецкой прессе я читал, что положение туркмен вот в этом регионе совершенно отчаянное, они близки просто к физическому уничтожению, там чуть ли не геноцид. То есть им нужна была срочная поддержка, какая бы то ни была, потому что они уже начали бежать через границу, спасаясь от этих бомбардировок. Поэтому, я думаю, Турция и нанесла этот удар. То есть Эрдоган хотел показать, что я тоже как мачо, во-первых, я не позволю летать на своей территории, а во-вторых, своих не бросаем, практически путинский лозунг. Это же почти близнецы эти два человека. Так вот, что касается пролета на территории Сирии, даже на той карте, которую предоставил турецкий генеральный штаб, видно, что самолет российский пролетал над малюсеньким вот таким кусочком Турции, и пролет был всего лишь, то есть там около 5 километров. На самолете это несколько секунд, но это вообще ничего. И я даже не понимаю, почему я сомневаюсь в 10 предупреждениях, потому что... Как можно за это время... За это время одно предупреждение. Нет, но может быть он приближался, его предупреждали. Но с другой стороны, делать такие заявления в такой ситуации, не иметь никаких доказательств... Понимаете, очень странно, то есть Турция, конечно, можно сказать, в своем праве сбивать самолеты, прилетающие над ее территорией. Но самолет-то был сбит уже действительно, потому что она как-то над сирийской территорией и упала на сирийскую территорию. Она сирийская, но контролируемая вот этими туркменами, так сказать, сирийским ДНР, если угодно. В общем, ситуация запутанная, но обычно в таких... То есть пролеты иностранных военных самолетов над чужим воздушным пространством иногда случаются. По ошибке, намеренно, по-разному. Это обычно повод для дипломатического демарша. Ну, отзывы посла или что-нибудь из этого. То есть со времен Холодной войны, я не припомню случая, чтобы сбивали. Один раз было аналогичная ситуация, когда китайский самолет приблизился к американскому самолету-разведчику, влетевшему в китайское воздушное пространство, и они просто зацепились крыльями, и китайский самолет разбился. Но никто, конечно, по нему не стрелял. Поэтому ситуация действительно странная, ну как, даже уникальная в каком-то смысле. Уникальная. Поэтому тут ситуация, смотрите какая, Турция осознанно пошла на обострение ситуации, то есть Турция. Я не хочу обобщать, что это вся Турция, это, конечно, Эрдоган. Эрдоган пошел на это обострение, желая показать, какой он крутой. Ровно так же, как Путин полез в Сирию показать, какой он крутой. И вот сейчас очередь очередной раз доказывает свою крутость, теперь у Путина. Я, понимаете, вот когда два дурака, вот они вот сходятся на этом мосту и начинают шибаться рогами, да, оба могут упасть. Но проблема в том, что это не какой-то там дядя Вова и дядя Реджеб, да, а руководители стран с очень большими армиями. Одна входит в НАТО, другая крупнейшая ядерная держава. Это опасность для всего мира, потому что двух этих идиотов, я не знаю, чем сейчас можно остановить. Я вот сейчас даже написал в Фейсбуке, что вот там люди, кто там в России, скидывайте Путина поскорее, потому что он страну доведет до ядерной войны, если так дальше пойдет. Это катастрофа. Да не только страну, господин, весь мир может довести. Весь мир будет, ядерная война, если начнется это, ну не хочу даже думать. Я, конечно, не говорю, что там вот завтра начнется, нет, конечно, но в принципе ситуация развивается в этом направлении. Но мне это очень заботится. Но мне помню, бабушка и дедушка рассказывали, когда вот был кубинский кризис, мой дедушка как раз доплавал на танкере, он был на Кубе, так получилось. И тоже рассказываю, что тогда, конечно, были, все очень переживали, потому что все могло закончиться буквально там одним решением. Ну, сейчас ситуация не настолько ужасная, как тогда. Надо еще посмотреть, что скажет НАТО, США, это тоже важно. Да, сегодня собираются, насколько я понимаю, экстренное заседание руководителей разных стран, которые входят в НАТО. Или, может быть, не руководители, а министров обороны, скорее всего. Пока еще, я там, помню, информации, я не видел, кто именно собираться будет. Но очевидно, что они будут принимать какое-то решение относительно турецкой ситуации. Потому что все как-то так более или менее, я вот почитал немцев, французов, англичан, все говорят, ну, турки, конечно, понятно, что они имели в виду, но что-то они как-то вот переборщили, пересолили в данном случае. Хотя, и это последнее, потому что надо заканчивать, у нас уже нет времени, вот премьер-министр Турции Ахмед Давутоглу. Давутоглу. Давутоглу сказал, что каждый должен знать, что это наше международное национальное право и обязанность принимать любые меры против того, кто нарушает наши воздушные или сухопутные границы. Турция будет делать все, что необходимо, чтобы гарантировать безопасность страны. Это может быть все, что угодно. Ну вот, да. Вот это вот. Я просто последнее, что хочу отметить, когда дипломаты говорят, мы примем все необходимые меры, обычно под этой фразой имеется в виду, мы будем стрелять дальше. На этой неспокойной ноты мы с вами прощаемся. Благодарю еще раз Ивану Яковину, корреспонденту. Время за это общение. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами.